ДИСКОРД ДИСКОРД-серверы, ребят, самые свежие новости по игре. Они здесь публикуются как только появляются в официальных источниках, причем новости по игре вы найдете вне зависимости от того, на каком серваке вы играете. Вы играете в Вод Блиц или вы играете в Танкс Блиц. Новости здесь есть для всех. Что касается того, что еще можете здесь найти, есть новости канала. Здесь публикуются информацию о выходе новых видео. Как вы видите, есть информация о выходе видео с золотыми билетами. Это видосы, под которыми оставляю комментарии, вы участвуете в розыгрыше целых пяти особых пропусков на следующий месяц. Поэтому заходите, посмотрите и обязательно участвуете в розыгрыше, оставляя комментарии соответствующие под видео. Также, ребят, здесь есть отдельный раздел с розыгрышами для тех ребят, которые на Дискорд-сервере уже официально, те, которые позабегали. Здесь уже зарегистрировалось 29 человек и среди всех участников данного розыгрыша, а он продлится еще определенное время и будет длиться аж до завтрашнего дня. Ребят, до 18.45, то среди ребят, которые зарегистрируются здесь, сделать очень просто, это просто нажать на синенькую кнопочку, ну и соответственно стать участником. Между вот этими всеми ребятами будет разыграно два особых пропуска на следующий месяц. Короче говоря, много чего классного здесь. Заходите, смотрите, можете пообщаться с ребятами, которые разделяют вашу любовь к танкам, можете поделиться своими реплеями. Короче говоря, заходите на Дискордик, и когда здесь наберется 1000 участников, мы разыграем премиумную машину среди тех ребят, которые будут регистрироваться в соответствующем разделе, имея на это желание. Что же касается ребят, все-таки тех новостей, которые выложили. Новость выглядит следующим образом, выложили ее в виде видеоролика, к видеоролику сейчас тоже вернемся, я его уже открыл, посмотрим с вами, обсудим то, что там есть, я выскажу свое субъективное мнение, ну а вы свое можете высказать внизу в комментариях под данным видосом. Хотелось бы только на секунду отвлечься, ребят, буквально позавчера произошла системная ошибка на YouTube, YouTube этого не признает, но факт остается фактом. Если вы подписаны на какие-то каналы, и даст Бог подписаны на мой канал, за что отдельная благодарочка, то, ребят, убедитесь в том, что на каналах, на которые вы подписаны, вы не просто подписаны, а вот здесь в списке у вас не слетела настройка выбора на никакие, либо на основе предпочтений. Дело в том, что у меня все было поставлено на вы подписаны и информирование о всех выходах видео, но многие ребята пишут по поводу того, что по моему каналу не приходит информация о выходе новых видосов, нет уведомлений, и связано это именно с этой ошибкой, поэтому убедитесь, что у вас выбрано все, и тогда будете получать уведомления с канала, на который вы подписаны, и от которого вы ждете новостей о выходе нового контента. Теперь, что касается самой новости, точнее не новости, а анонса новостей по Камин Сун. Делаем большой экран и начинаем, ребят, смотреть. Начинаем, ребят, смотреть, периодически буду ставить на паузу, нам показывают нашу ретро-топию. Здесь все, в принципе, окей, все нормально, и сразу анонсируют новый короткий ивентик. Что необходимо будет делать? Как я понимаю, необходимо будет побеждать, собирать фейерверки, и за собранные фейерверки, причем, обратите внимание, сложного, как я понимаю, здесь не будет абсолютно ничего. Был у нас недавно такой ивентик, там тоже необходимо было закрывать по пять, то ли пять побед, то ли пять боев. Короче говоря, скорее всего, ребят, это будет на победы, и вот по пять побед собираете, соответственно, закрываете каждый из этапов за пять вот таких фейерверков. Это мое предположение, ребят, это не точная информация, но, скорее всего, так оно и будет. И доходите до ключика. Параллельно мне что нравится, что здесь можно забрать себе целый косарь киткоинов, что позволит дальше прокачиваться, и, ребята, разработчики все-таки сдерживают свое слово по поводу того, что киткоины можно будет забирать не только за реальные бабки, но и просто фармить их путем прохождения каких-то ивентов, играя в определенных режимах. Когда вы получите себе этот ключик, вы сможете себе открыть, и здесь сразу у нас отход в сторону. Показали нам машину. Мне вот интересно, показали машину к чему? Это новый Камо или что это такое? Я так понимаю, что, скорее всего, новый внешний вид для тяжика. Кто это у нас, я не вижу. Скорее всего, это либо ВЗ-55, либо ВЗ-51. Не знаю, но это сугубо исходя из вот этой вот передней части, которая бросается в глаза. Скорее всего, это кто-то из ВЗ. А вот десятка или девятка здесь под вопросом. Мне кажется, что все-таки это, ребята, у нас будет девяточка. Ну, не уверен. Пишите в комментариях, смотрим дальше. Дальше нам показывают все-таки вот этот контейнер. А что будет в контейнере? Покажут ребята разработчики или нет? Нет. А все-таки да, показали машинку. Скорее всего, из этого контейнера один из предметов, который будет, это будет машинка, которую можно будет поставить в ангаре. Помните, уже недавно такая появлялась в ретро-стиле. Здесь HotRoad нам показывают, довольно-таки симпатичный. Мне он нравится больше, чем та предыдущая зеленая машина. Хотя там дверки открывались, мало ли. Здесь нам показывают новую ветку средних танков. CS-63. Да, в ближайшее время будет такая веточка. Когда конкретно появится, неизвестно. Но знаю, что работы ведутся и ST-шки должны быть очень бодрыми. Особенно, насколько я знаю, бодрыми должны быть восьмерка и десятка. Но это так. Просто информация, знаете, так вот. То, что на ухо прилетело, тем и делюсь. Едем дальше. Вот нам показывают данную десятку в работе. Показывают бодрое передвижение. Ну, в принципе, как обычно, да, разработчики нас немножко подогревают. Подогревают наш интерес. И здесь нам показывают новые внешние виды для машин, которые надеты на новую машину. Если я правильно вижу, то это у нас СТРВ-81, которая проходит сейчас тестирование. Кто тут у нас рядом? Рядом не узнаю, ребят. Это 65-ка у нас. Новый внешний вид для М60-го. И, как я понимаю, это у нас ТВП-шка, скорее всего. Так, едем дальше. Новый внешний вид для АМХ. Для кого-то из ИСов не узнаю слишком быстро. Здесь у нас что? Здесь у нас доработка внешнего вида, как я понимаю, в премиумной машине. А вот здесь, ребят, мне стало очень интересно. Я не понимаю. ТВП-шка переводит в новое качество внешний вид песка. Окей, хорошо. Я не против внешнего вида песка хорошего. Но, ребят, сделайте так, чтобы в этот песок зайти можно было. Ну, реально, я пытаюсь зайти на третий уровень, жду в районе 15-20 минут, а потом просто бросаю это гиблое дело. Поэтому переводить в великолепный внешний вид песочные танки 2-го, 3-го уровня – это затея хорошая. Но, все-таки, было бы неплохо, чтобы мы это могли видеть не только на видеороликах, но и заходя в сами бои и, соответственно, играть на этой технике и видеть ее в таком внешнем виде. Поддержите меня, пожалуйста, в комментариях хотя бы знаками плюса. Едем дальше. Что нам показывают? Нам показывают Куршака, который тоже будет в новом облике, точнее, не в новом облике, а в более хорошем и лучшем качестве. Внешнего вида будет лучше прорисован. Дальше нам показывают еще машинки, которые будут дорисовываться и будут показывать нам сейчас новый режим, ребят. Вот в новом режиме действительно есть, что обсудить. Что собой представлять? Будет новый режим. Сейчас обсудим, а сначала еще один ивентик. Обратите внимание, здесь можно будет за один раз забрать 820 киткоинов. Есть бустерочки разные, плюс целых 20 бустеров на голду. Дальше мы имеем возможность забрать себе мародера, ребят. И мародер, кстати, у нас находится на седьмом левеле. Плюс у нас есть еще контейнер. Но, как я понимаю, конкретно вот это будет за, ребятушки, все-таки реальную денежку. Почему так предполагаю? Точной информации нет, но я помню точно, что всегда, когда в ивентах у нас главная награда, а именно машина является главной наградой, находится не в конце ивентика, то есть не вот здесь вот, а где-нибудь на практически финише, за несколько шагов до данного финиша. И при этом в конце нам ставят либо аватар, либо, я не знаю, там, какую-то другую штуку, украшающую ваш ангар, то это, ребят, говорит о том, что ивент, скорее всего, будет донатным. Но это мое предположение. Выскажите свое предположение в комментариях, потому что я точно помню, что такое было. Ну вот, анимированный аватарщик в данном случае будет в конце. Новый режим, ребят. Ну, новый режим какой? Нам действительно подготовили новый режим или это все-таки гравитация? Но вот по вот этой картинке, обратите внимание, на вот этот вот флэш розовый, который вокруг танка разлетается, как я понимаю, это действительно будет новый режим в нашей игре, который, скорее всего, будет скрещивать в себе гравитацию однозначно, приколы полетов и, скорее всего, что-то из разряда Биг Босса или чего-то подобного. Но все-таки, ребят, здесь пока точной информации тоже нет. То есть одни заманухи, ребят, одни заманухи, чтобы мы чего-то ждали, чтобы мы чего-то хотели. И сразу нам показывают ивент, который продлится целых, там, по крайней мере, если верить этой цифре, 40 с чем-то дней, ну, короче, говорят, более чем полтора месяца, а может даже два месяца, на Шеридана Ракетного. Что необходимо делать, пока точно неизвестно. Знаю, что, скорее всего, это будет касаться рейтинговых боев. И здесь, кстати, в рейтинговые бои тоже вставляют ивент. Помните, недавно был ивентик, ну, сравнительно недавно, в котором можно было собирать огромное количество серебра. То же самое и здесь. Как я понимаю, за игру в рейтинговых боях я сомневаюсь, что здесь будут победы, потому что, смотрите, какое количество необходимо всего забрать. Здесь вы будете за победы, в зависимости от того, в какой лиге играете, вот этого, соответственно, количества боев зависит, в каких количествах боев вам необходимо будет отыграть. Мы будем собирать с вами вот эти вот мечи. Ну и, соответственно, в зависимости от лиги будет за победу даваться все больше и больше количества этих мечей. Мы эти мечи будем собирать, забирать вот эту вот халявку. Радует наличие киткоинов, пускай не настолько много, как в других ивентах, но все же здесь и собрать их будет гораздо проще, потому что если здесь у нас в бриллиантовой лике вы получаете 12, то где-то там ниже будете получать, наверное, скорее всего, где-то в районе 7, ну а, соответственно, здесь будем забирать довольно-таки быстро все это дело и в конце еще и контейнер заберем, ну, по-моему, довольно неплохо. И что нам говорят? Нам говорят о том, что мы получим себе вот такой вот обвесик, который будет показывать ваш рейтинг в рейтинговых боях, то есть насколько вы крутой чувак, причем его можно использовать не только заходя в рейтинговые бои, а и в обычные бои заходя, хвастаться какой вы крутой перец, если вы действительно где-то высоко. Плюс нам показывают вот такой себе пляжный баги, который, как я понимаю, из вот этого уже контейнера можно будет получить. Что такое 1-31? Ну, как я понимаю, 31 день в месяце, но к чему это? Бог его знает. Машинка смотрится симпатично, прикольно, я себе в ангар с удовольствием поставил бы. Ну и, в принципе, дальше нас возвращают в наш ангар ретротропии и говорят о том, что именно здесь нас все, ребят, и ожидает. Вот такая вот новость по поводу новостей. Что могу от себя, суммируя, сказать? Мне лично нравится все, что я увидел по одной простой причине. Потому что, как я понимаю, скучно, ребят, нам однозначно не будет. Многие из нас вот сюда вот поставят какую-нибудь красивую машинку себе, украшая свой ангар. И мне, честно говоря, вот эти украшения нравятся гораздо большим. По одной простой причине, потому что украшать себе просто фон профиля, это ни о чем. Потому что я фон профиля свой практически не закажу. А вот в ангаре я нахожусь постоянно. И когда здесь есть какие-то вот такие украшения, мне гораздо приятнее здесь находиться. А кто там что увидит у меня в фоне профиля, меня уже интересует гораздо меньше. Но это мое скромное мнение, а вы обязательно пишите свое в комментариях. Данное видео входит в перечень тех, которые участвуют в розыгрыше особых пропусков на следующий месяц. Поэтому пишите комментариев как можно больше, для того, чтобы в программе, когда она будет выбирать, было проще выбрать именно ваш комментарий. Ну а на данный момент у меня все. Побежал снимать новые видео специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok